Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних обсуждались на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя главы администрации НАО по социальным вопросам Ольги Барташовой. Члены комиссии подвели итоги деятельности за третий квартал 2013 года. Как отметили собравшиеся, одно из главных направлений профилактики правонарушений – это создание условий для занятости детей и вовлечения детей в массовые мероприятия. В этом году работа по организации летнего отдыха несовершеннолетних была усилена. Для 84 подростков, состоящих на учете, был организован активный отдых. Индивидуальная профилактика с подростками проводится на базе учреждений дополнительного образования. На территории всего округа сегодня работает 10 таких образовательных учреждений. Занятия для детей до 18 лет бесплатные, тем самым соблюдается принцип доступности для детей из семей группы риска. За отчетный период инспекторами отдела по делам несовершеннолетних проведены 53 внутришкольных рейда, направленных на борьбу с собакокурением и употреблением пива и алкоголя. Проводилась индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на внутришкольных учетах, были организованы лекции и беседы. 37 преступлений уголовных дел было направлено в суд. В 2012 году 44. Совершенными несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Количество преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 15,9%. Но все-таки акцентрирую еще внимание на то, что удельный вес у нас остается довольно-таки одним из самых высоких в России, он составляет 14%. В России 4,7%. То есть почти в три раза, как вы можете видеть из доклада. В целях занятости детей и профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних в округе реализуется долгосрочная целевая программа создания условий для развития детей в учреждениях культуры НАО на 2013-2015 годы. В регионе утвержден комплексный план по профилактике правонарушений по направлениям образования, молодежная политика, опека и попечительства.